Будем растянуть и обязательно надуем пузырик. Обалденно! Эти слаймы все отправятся одному победителю. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал Zoom Slime. И сегодня я хочу вместе с вами исправить вот этого вонючего красавчика. Из одного вонючего красавчика сделать кучу маленьких, невонючих, офигенных красавчиков. Кто не видел, кстати, обзор на все эти слаймы, тыкайте вот сюда наверх. У меня на основном канале он выходил. Обязательно посмотрите. Это самые, наверное, стрёмные и вонючие слаймы, которые у меня когда-либо были. Единственный их плюс в том, что они были дешёвые. По-моему, вот эта баночка стоила 80 рублей. Я вам сейчас ещё раз покажу, как он выглядит. Он реально очень прозрачный, в нём блёсточки, всё в нём хорошо. Но он безумно сильно воняет какой-то фигнёй. Я даже не могу сказать, что это именно за такая неведомая фигня. Но что-то очень противное. И я хочу сегодня это исправить и сделать несколько классных слаймов. Ну что, давайте начинать. Я уже подготовила ёмкость. Сначала я хочу немного увеличить этот слайм. И для этого я воспользуюсь прозрачным клеем. Да, я не хочу менять текстуру слайма, я не хочу его делать матовым. Поэтому я буду пользоваться именно прозрачным. У меня, кстати, клей от фирмы Эрих Краус. Так, добавляем его в слайм. Смотрим, что там, как там, увеличится ли наш слайм хотя бы чуть-чуть. Да, наверное, всё-таки я добавлю ещё один тюбик клея, чтобы слайм был побольше. Чтобы могли сделать побольше классных слаймов в итоге. Если вы покупали такие супер слаймы, поделитесь вашим впечатлением в комментариях. Потому что, когда я делала обзор, многие написали, что мне просто не повезло. И попались какие-то, ну, тухлые слаймы. Или, может быть, они где-то хранились и приобрели запах. А кто-то писал тоже, что покупала такие слаймы. Они были очень внючие и просто не смогли ими играть. В общем, делитесь своим опытом вот этих вот слаймов. Покупали вы их вообще или нет? Может быть, они вообще у вас не продаются? Вот у меня они продаются только в одном магазине. И всё, больше их не денег. Я, наверное, сразу же добавлю сюда немножечко детского вот такого вот геля. Он, кстати, прозрачный. Это самое главное. И безумно вкусно пахнет, что нам тоже будет на руку. И давайте сразу же добавим ароматизатор, чтобы я про него не забыла. Я принесла весь свой такой чемоданчик с одушкой. И давайте выберем какой-нибудь аромат. Пускай в этот раз будет клубничка. Добавляем. Побольше, побольше, чтобы запах был прям офигенский. И начинаем это всё перемешивать. Смотрите, там уже клей потихонечку схватывается со слаймом и превращается это всё в однородную массу. Интересно, мне придётся добавлять активатор или всё само собой произойдёт чудесным образом? На самом деле слайм был уже такой туговатый, поэтому я его, можно сказать, ещё и размягчаю. Давайте потрогаем это всё руками. Это такой сейчас прикольный. Кстати, всё, теперь уже я не чувствую ужасного запаха этого слайма. Но это самое главное. Смотрите, всё как паучинкой пошло. Как по мне, так слайм ещё очень-очень густой. И я, наверное, вернее, не густой, а плотный. И я в него добавлю ещё немножечко шампуня. Я даже не знаю, как правильно его назвать гелем или шампунем, потому что это сразу и гель, и шампунь. В общем, два в одном. Надеюсь, это два в одном сейчас спасёт мой слайм. Ай! И он будет супер-классным. Посмотрите, что у меня уже получается. Слайм довольно-таки плотный до сих пор, но хотя бы его сейчас можно растянуть. И уже не видно тех блёсток, которые были в слайме. И вообще, даже если честно, не скажешь, что это был когда-то покупной слайм, как будто я просто бы делаю слайм из канцелярского клея. Он так офигенски хрустит. Ну, в принципе, вы это и так всё прекрасно слышите. Поэтому я даже могу это не озвучивать, но это настолько круто, что всё-таки я это озвучиваю. Обалденно. И давайте, наверное, ещё сюда добавим нашего мега-миньончика, потому что хочется, чтобы слайм был более такой... Не то чтобы воздушный, а я бы даже сказала, чтобы он был более желейный, потому что мне сюда много добавлять ингредиентов всяких разных, и хочется получить более эластичную базу. Поэтому я добавляю ещё вот эти вот штучки. И надеюсь, что это был последний раз. И замешиваем, и смотрим, что же в итоге у меня сейчас получится. Ого! До этого не было такой ситуации, что сейчас пошло не так. Почему это всё-таки макаронины не стало? Вот сейчас уже вроде лучше. То, что замешалось полностью в слайм, это очень эластичная масса. Но вот эти макаронины меня немножко смущают, поэтому нужно это сейчас всё хорошенечко вымешать. Смотрите, как у меня всё запенилось в тарелке. Настоящая пенная вечеринка. Слаймик тусует. Туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. Видимо, он уже хочет лета и пену вечеринку. Он такой... Туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. Окей, давайте смотреть, что в итоге у меня получилось. Слайм довольно-таки неплохо кликает. Попробуем его растянуть. Он, как вы видите, немножечко рвётся. Основа у него осталась прозрачная, потому что я старалась в неё добавлять суперкидобелые компоненты. Но всё равно он ещё пока что довольно-таки плотный. Я не знаю, то ли клей ещё добавить, то ли как, что. Я не хочу добавлять зубную пасту. Не хочу, чтобы он становился прям белый-белый. В принципе, меня пока что устраивает результат. Давайте попробуем сделать какой-нибудь слайм. А там посмотрим. Может быть, придётся добавить какой-нибудь разжижитель, разгуститель, чтобы база не была такая плотная. Но хотя и так видно, что она плотная. Она сейчас очень сильно рвётся. Окей, я сейчас принесу секретный компонент. И мы его сюда добавим. Вот он, мой секретный компонент. Это листеринополаскиватель. Нужно его совсем немножечко добавить. Буду им пользоваться только потому, что он прозрачный. И не должен повлиять на текстуру и прозрачность моего слайма. Замешиваем. Теперь попробуем это всё руками замешать. О, опять макаронины, да, пошли? Наверное, надо было сразу так сделать. Добавить хотя бы немножечко ополаскивателя или глицерина. Тогда бы я, наверное, слайм сделала намного быстрее. Смотрите, какой он сейчас классный. Он очень эластичный. Просто шикарный слайм получается. Неужели мне сейчас придётся добавлять сюда активатор? Это просто будет полнейший фейл. Всё, давайте смотреть на слайм. Он у меня очень сильно прилипает к рукам. Прям капец как сильно, смотрите. Я его не держу, он сам держится. Наверное, надо собрать весь слайм в рук, с рук. И тогда всё будет оки-доки. Окей, ребят, наверное, всё-таки я сюда добавлю хотя бы чуточку активатора. Эл, логика. Блин, ну невероятно круто кликает. Офигенно хрустит. Надеюсь, он сейчас перестанет липнуть к моим рукам. И тогда я смогу сказать, что это просто шикарнейший слайм. Попробуем растянуть. И обязательно надуем пузырик. Он реально шикарный. Самое главное, он очень-очень вкусно пахнет. И почти не прилипает к рукам. Блин, чувак, ты чё прилипаешь? Окей, давайте теперь из этой базы делать классные слаймики. И как вы думаете, какой текстурой я сначала сделаю слайм? Скорее пишите в комментариях. Ваши предположения постараюсь все полайкать. Интересно, кто-нибудь догадается или нет. Неужели я настолько предсказуема, что вы реально догадаетесь, какой слайм я сначала сделаю? Итак, раз, два, три. И это будет баттер-слайм, да? Я хочу сначала сделать классный баттер. Убираем эту стороночку. Берем контейнер. Отмеряем кусочек нашей базы. Наверное, как-то так. Мы же сейчас будем сюда добавлять легкий пластилин. Теперь давайте определимся с цветом. Честно, я так хочу сделать карамельный слайм. Но я понимаю то, что он может быть очень некрасивого цвета. Поэтому давайте сделаем супер вот такой вот зеленый баттер. Будет мне напоминать о лете. Достаем. Блин, я подумала то, что это плесень. Нет, вроде бы все нормально. И теперь давайте замешивать. Хорошо, что у меня база получилась немножко липкая. Потому что, как вы видите, легкий пластилин немножечко засох. Но если что, мы бы его спасли кремом. Но все равно так намного приятнее. То, что не нужно сейчас больше сюда ничего добавлять. Вот такая красота у меня получается. Очень нежный такой зеленый салатовый цвет. Давайте попробуем его размазать. И посмотрим, получился ли у нас тот самый офигенский баттер. Да, ребят, смотрите, как он мажется в тоненькую-тоненькую пленочку. И если присмотреться, видны вот эти маленькие блески, которые были изначально в слайме, который жутко вонял. Вот они, их прям видно, как они переливаются на солнце. Не знаю, передает камера или нет. Надеюсь, что да. Он очень плохо кликает. Практически не слышно. Но хотя бы какие-то приятные звуки издает. В общем, вот такой вот слаймик у нас первый получился. Не забывайте давать ему оценку в комментариях. И теперь убираем его в контейнер и переходим к следующему слайму. Интересно, сколько всего я сегодня слаймиков сделаю. Скорее пишите в комментариях. Снова отмеряем кусочек слайма. На этот раз я не хочу сильно менять текстуру слайма. И он у нас останется вот таким вот, каким он есть. Немножечко прозрачным. Что-то типа оригинал. Так, слайм мы отмерили. И теперь мне нужно определиться с цветом. Если быть точнее, я уже определилась. Я буду использовать вот такой вот золотой краситель. Добавляем его. Я забыла написать самое главное. Ну, вы поняли, да, мой намек? Вот такой вот золотой лайк нужно срочно поставить под этим видео. Ну, а теперь давайте сразу добавлю немножечко активатора, потому что слайм он излипкий. И начинаем активировать. Вернее, перемешивать. Я совсем забыла то, что сейчас у меня будут супер золотые руки. Но оно того стоит. Слайм получится, по идее, должен получиться просто безбашенно офигенски. Добавим еще немножко красителя. И замешиваем. Что в итоге у меня получилось, это вот такой вот невероятной красоты золотой слайм. Я просто обожаю золотые слаймы на прозрачной основе. Не знаю, для меня это какие-то королевские слаймы. Я поистине очень сильно их люблю. Он очень хорошо хрустит, как вы слышите. Давайте попробую его растянуть и показать вам, как это будет выглядеть. Я поставлю этому слаймику, наверное, пять из пяти. И теперь убираем его в контейнер. И на самом деле сверху я бы хотела добавить в него какие-нибудь блесточки. Ну, а что он у нас такой вот вещь просто золотой? Давайте добавим в него вот такие вот звездочки. Я, наверное, добавлю вот этого цвета, если они у меня здесь открыты. Ура! Я их открыла, и это очень круто. Так что засыпаем. Все, вот такая красота у меня получилась. Теперь переходим к следующему слайму. Я уж не буду здесь все это убирать, пускай такой будет творческий беспорядок. Окрашиваем его немножечко в золотой цвет, потому что у меня на руках дофигища золотой краски. Интересно, он реально окрасится или нет? Нет, вроде бы никак мои руки золотые на него не влияют. И в этот слайм я хочу добавить следующее. Отмерили. И берем вот такой вот синий пигмент. И, наверное, весь его сейчас сюда засыпем. Не знаю. Возможно. Короче говоря, посмотрим. Засыпаем. Ооо, это так красиво! Обалдеть! Я думала, вот, 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 вот столько точно будет достаточно. Давайте это все перемешивать. Обалдеть! Это так круто! Скорее пишите в комментариях, делали ли вы слаймы с пигментом. Я понимаю то, что вот это, это просто любовь. Это так классно замешивать, это так залипательно. В общем, все, ловим за липульки. И, конечно, все, ловим. По всей видимости, я насыпала очень много пигмента, смотрите, такой вот слайм получился очень красивый, он прям такой металлик, но при этом сколько пигмента у меня на столе есть. Сейчас, конечно, попробую его собрать, но мне кажется, придется брать еще кусочек слайма и добавлять в него этот красивущий пигмент. Я не ожидала, что он будет так плохо замешиваться. Давайте растянем, я вам его покажу, всю его красоту. В него даже попала одна звездочка от предыдущего слайма. Обалдеть, он невероятный. Все, давайте я его сейчас убираю в контейнер, берем кусочек слайма небольшой и соберем им весь пигмент, который рассыпался на столе. По всей видимости, собрать весь слайм, вернее, весь пигмент со стола у меня не получится. Смотрите, какой маленький слаймик у меня получился, когда я пыталась это все собрать, он такого нежно-голубого цвета. И можно воспользоваться этой ситуацией и попробовать сделать горный слайм. В общем, я отправляю в контейнер вот этот вот кусочек. Теперь берем еще кусочек, у меня здесь есть, знаете, какой пигмент? Есть пигмент красное вино. Все, попробуем его добавить. Только совсем чуть-чуть, Маша, главное, не переборщи, пожалуйста. Как-то так, наверное, мне кажется, этого будет достаточно. Пробуем это все замешать. Это самые маленькие слаймики, которые я когда-либо, мне кажется, делала. Смотрите, какие они крошечные. Ну, этот цвет на самом деле такой себе, смотрится он каким-то очень темным. Ну, может быть, когда все цвета здесь смешаются, будет ок. Отправляем его сюда. Далее берем этот же самый кусочек и добавляем в него золотую краску. И снова это все перемешиваем. Смотрите, что получилось, краску практически не видно, потому что давайте добавим ее еще сюда. Мне кажется, вся краска остается просто на моих руках. Смотрите, это одновременно и красиво, но одновременно это очень грязно. Надеюсь, что мои перламутровые золотые руки вас не смущают. Наверное, краска больше не замешается в слайм. Как-то так вот в итоге получилось. Давайте отправим его прямиком сюда. И, как вы видите, контейнер до сих пор все еще не полный. Так что нужно экспериментировать. Берем кусочек слайма и добавим сюда, наверное, сейчас, секундочку, вот такой вот розовый краситель. У нас тут, знаете, прям настоящий творческий беспорядок получается. Нужно будет обязательно придумать название для этого слайма. Мне уже интересно, что вы там напридумываете. Скорее пишите, как его называть, как. Окей, теперь отправляем этого розовенького красавчика. Нет, сначала сделаем розочку. Нет, не раз розочку. Сначала его растянем, в смысле, вот такой вот он получился. И все, отправляем его сюда. Давайте посмотрим по бокам, как это все смотрится. Ну, слушайте, неплохо, неплохо. Ну, а я хочу сделать еще что-нибудь и положить сверху. Какой краситель сюда добавить, как вы думаете? Пускай это будет вот такой вот сиреневый. Тем более, там есть уже голубой цвет, там есть красный, розовый, когда смешивается синим. Получается сиреневый. Что я только что сказала, я сама уже не поняла. Ладно, давайте это все замешивать. И смотрите, что в итоге у меня получилось. Такой нежный фиолетовый оттенок. Фиолетовый или сиреневый? Добавлю я его как-то так. Хочу по бокам разложить и по таким контурам сделать. Не знаю, получится или нет. Почти получилось. Потом он растечется, все слаймы между собой соединятся. Мне кажется, будет прикольно. Ну, и сверху надо обязательно чем-нибудь украсить. Давайте украсим вот такими вот штучками. Выберем, допустим, желтый цвет. Да, я думаю, он сюда отлично подойдет. Открываем и засыпаем. Ну, вообще прикольно получилось. Как вы думаете, какой цвет в итоге получится, когда все эти слаймы смешать? Пишите в комментариях. Ну, а мы переходим к следующему слайму. У меня остался вот такой вот кусочек базы. Давайте посмотрим, как он будет по соотношению с контейнером. И, как вы видите, очень мало, поэтому нужно сюда что-то добавить. И это что-то будет вот такой вот пластилин. Пенопластовый, между прочим, непростой. И как же так сделать, чтобы все не замарать? Давайте будем смешивать все это вот здесь. Берем кусочек слайма. Берем кусочек пенопластового пластилина. По идее, этот пластилин, он дризлит, посмотрите. Вдруг кто-то из вас не знает? Если вы не знаете, значит, вы не смотрите мои видео. Как так? Ведь я часто пользуюсь подобными штуками. И все, теперь начинаем смешивать. Добавлю побольше, чтобы текстура была прям офигенная. Я уже вижу, как он... Да, он сейчас, наверное, должен начать офигенски мазаться и дризлить. Давайте скорее смешивать. Ну что, давайте смотреть, что у меня в итоге получилось. Еще не весь пластилин на самом деле замешался. Есть такие небольшие кусочки. Мне кажется, сейчас пока я с ним играю, все как раз-таки замешается. Во-первых, его текстура, она уже просто божественная. Она очень мягкая, бархатная и похожа на какой-то чизкейк. Теперь давайте попробуем размазать. Мажется офигенно. И я только что сейчас слайм немножечко окрасила в синий цвет. Я думаю, в этом нет ничего страшного, да, ведь? Теперь давайте попробуем покликать. Тянется, как вы видите, в тоненькую-тоненькую пленочку. Я назову, наверное, этот слайм банановый чизкейк, потому что у меня просто безумные ассоциации именно с этим десертом. Смотрите, какой классный, как он рельефный и как офигенски размазывается. Я влюбилась. Я нашла любимечку в сегодняшнем видео. Но вы напишите в комментариях, какой слайм вам сегодня понравился больше всего. Сейчас я вам все их вам покажу. Окей, убираем этот слайм в контейнер. Смотрите, что мы сегодня с вами натворили. Целых пять слаймов. Пять разных офигенских слаймов. А был один вонючий, которым я не могла играть. Теперь этими слаймами я буду играть с удовольствием. Хотя нет, теперь вы этими слаймами будете играть с удовольствием. Все эти слаймы я, конечно же, хочу разыграть. Ведь у меня сейчас вообще безумная идет традиция на канале. Я разыгрываю практически все слаймы, которые я делаю. И я считаю, что эти слаймы достойны вас. Эти слаймы все отправятся одному победителю. Да, в этом видео будет один победитель. Я хочу порадовать сразу кого-то пятью слаймами. Для участия нужно быть просто подписанным на мой канал. На этот канал. Для участия вам нужно быть просто подписанным на оба моих канала. На основной канал, ссылка на него в описании. И на этот слайм канал. А также быть подписанным на мой инстаграм. И внизу в описании к этому видео написать любое количество комментариев. Но обязательно указывайте в каждом комментарии ник от своего инстаграма, чтобы я могла с вами связаться. Ну что, вы запомнили? Подписаться на мой канал, подписаться на мой слайм канал. А также подписаться на мой инстаграм и написать любое количество комментариев внизу к этому видео. Ну и я теперь всем желаю вам удачи. И давайте добавим к этим слаймикам какие-нибудь крутые шармики, чтобы они были прям вау, супер-пупер-бомбические. У меня, смотрите, здесь есть вот такое вот сердечко, в котором хранятся как раз-таки все мои шармики. Сначала нужно найти шармик для моего супер-пупер-галактического слайма. И это пускай будет, знаете что? Наверное, это будет водичка. Смотрите, у меня здесь есть бутылочка воды. Она безумно красивая. И добавляем ее сюда. Класс. И теперь ищем шармик для желтенького слаймика. Пускай это будет что-нибудь здесь такое хорошенькое, миленькое. И еще такой вот кролик. Мне кажется, нужно добавить что-то типа желтенького или зелененького. Пускай будет вот такой вот мишка. Он классный, милый. Мне кажется, он как раз-таки их впишется сюда. Да, смотрите, как круто. И я хочу еще вот этот вот слаймик посыпать. Нет, этим вот такими вот красными блесками. Мне кажется, это будет вообще полный фэшн и красота. Посыпаем. Упс. Надеюсь, вы любите точно так же сильно блестки, как и я. Потому что я явно не пожалела блесток и насыпала их очень много. Но я люблю блестки, поэтому мне кажется, это офигенски. Ну а на этом все. Ребят, скорее участвуйте в розыгрыше этих слаймов. Я надеюсь, что победишь именно ты. Подписывайтесь на мои каналы, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх под эти видео. Ну а я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. До скорости, всем пока!